Здравствуйте, друзья! Причины эмоционального выгорания. Да, достаточно часто это нелюбимое дело. Эмоции горели-горели, потухли, да и выгорели. Но очень хорошо себе задать простой вопрос. А если сегодня ты поедешь в отпуск и отдохнешь, твои проблемы решатся? На самом деле не всегда это так происходит. Не всегда отдых и путешествия решают вопрос эмоционального выгорания. Когда же нам действительно становится тяжело в любом нашем деле или на работе? Первое. Это чувство вины. Это эмоции, которые изнутри нас сжигают, то есть выгорают. Чувство вины формируется от стыда к себе. Я опять что-то сделал неправильно, я допустил ошибку. Или постоянная оценка себя. Я перфекционист, хочу сделать свое дело идеально, но постоянно недоволен собой. Мы находимся в постоянном состоянии переживания и тревоги, и это нас разрушает. И третье. Это бесконечные сомнения в себе. Если вам свойственно сомневаться в своих действиях, поступках, то, конечно, вы будете постоянно находиться в состоянии напряжения. А нам же нужно в любом деле находиться в кайфе, быть легким и спокойным. Поэтому эмоциональное выгорание вас не настигнет, если ваша психика будет абсолютно стойкая и ровная. Отследите свои эмоции. Это первое. И второе. Насколько вам нравится то дело, которым вы занимаетесь. И эмоциональное выгорание вам точно не грозит. Всего хорошего, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok